И всем привет! Вы на канале Ведро и TheGaming. Меня зовут Александр. И сегодня у нас новинка AppGallery специально для групп ВКонтакте. Игра называется Among God. Столько-только вышло, и для новых игроков действует много всяких разных привилегий. Это и купоны, и промокоды, и куча бесплатной валюты игровой просто из-за того, что вы скачали и зашли. И, естественно, стопроцентный кэшбэк. У меня это всё есть. Сейчас зайду, получу. Вы тоже это всё можете получить. Просто проходить по ссылке в описании, либо в закреплённом посте. Короче, всё как обычно. Это мне жутко нравятся. Вот такие вот крутые старты в галерее. Итак, оценочка у нас 3.8. Есть положительные, отрицательные, естественно, отзывы. И разработчик вот что написал. Битвы в тёмном фэнтези-РПГ. Где-то это уже слышал. По картиночкам. Чё у нас тут? Развивайте героев. Соберите 100 плюс великолепных героев. Доминируйте в ПВП и ПВЕ. Ренка есть. Это вообще просто замечательно. Вас ждёт незабываемое путешествие. И сразитесь с более чем дюжиной могучих боссов. Вот такие вот пацанчики тут стоят. Составляйте непобедимые отряды. Сколько тут картиночек. И вот, смотрите, отрядик непобедимый идёт и какого-то непобедимого дракона пинает. Замечательно. Чё по отзывам? Пока очень хорошее впечатление. Написал нам Олег. А Буки тут не нравятся. Обменный курс. 1 доллар 90 рублей. Ну, блин. Тёмная фэнтези как-никак. Куда деваться? И Вером написал, что игра замечательная, но не может войти в гугл-аккаунт. Но я думаю, в поддержке-то тебе помогут. Просто туда напиши и всё. Итак, давайте активируем привилегии и заходим в эту замечательную игру. Поехали! Итак, между героями Священного Города и Черным Драконом что-то произошло. Говорят по-английски, так что, наверное, придётся читать. Это уже третье за сегодня проклятие. Какой же Эскалибур тяжёлый. Это какой-нибудь... А, Мерлин. Не переживайте, милорд. Вы просто немного устали. Это король Артур какой-нибудь, да? Жанна Дарк. Все собрались. Не время расслабляться. Или кто там с Эскалибуром гонял? Вон, Дракошка прилетел. Ну, прикольная графика, смотрите. Как в каком-нибудь этом... Мире Варкрафта. Так, окей. Ну, тут получает полнейший автобой. Асарон! Узри священный меч правосудия! Её простота. Каждый раз будут синематик показывать. Да и дофигачил, короче. Потом это вообще какой-то гладиатор. Спартак, что ли, или чё? Имена не видно. Ну, и кшончик такой прикольненький идёт. Давай, Жанна Дарк. Покажи, как надо зажигать. А она с мечами просто фигачит. Победили дракона замечательно. А он просто улетел. Но обещал вернуться. Получив серьёзные раны, чёрный дракон улетел на запад. Жанна Дарк бросилась за ним в одиночку. Рыцарь гнева Ларгир получил послание из священного города, когда готовился к бою. Короче, все разбежались, мы остались одни. Французский лучник, сэр Ларгир. Вам письмо от Мерлина. Что захотел пропустить со мной по стаканчику? Ну, давайте посмотрим. Священный город в смертельной опасности. Может не пережить нового штурма. Прикольно, что здесь есть история. Можно позалипать, почитать. Я думаю, пока тренировка смысла нет будет тратить наши бонусы. Сейчас немножечко поиграем. Потом как закинемся, как закупимся. И так далее. Ну, погнали в бой. У нас есть какой-то 10-го левела черт с зубами и волком на голове. О, тут можно расставиться. Но выбор не очень, да. А где мои все крутые герои? Почему вот эти вот два бомжа с нами идут? Ну, погнали. Графика прикольная, мне нравится. Так, опять автобоевочка. Ну, ладно, к этому можно привыкнуть. Это уже не удивительно. То есть, мы юзаем скиллы, защищаем рангеров милишниками. И, в принципе, все там. Пока вся технология. Победили какого-то бича вдвоем запинали. Ну, ладно. Два бича против одного. Вроде бы по-честному. Нам дали кусочки Жанны Дарк. И второй уровень. Замечательно. Так, вот у нас вся карта левела. То есть, 1-1, 1-2, 1-3. Да, все радостные. Молодцы. Она вернулась. Короче, новый герой. Можно историю почитать. Нет, не разрешают нам историю почитать. Крестик нажимаем. Ну, и ладненько. Окей, Сим. Так, бой 6 энергии. Энергия есть. Это тоже очень хорошо. Так, разместить 3 героя повышает характеристики всех героев. Хорошо, пусть будет так. Так, а как эти вас можно поставить? Ну, я думаю, они нормально стоят. Погнали. Да, видели, да? Тут есть фракции. То есть, каждая фракция, наверное, работает на себя. Так, комбо-навык появился. Окей. Ну, давай своими мечами тыкай всех. Ну, прикольно. Победка. Это очень сильно похоже на то, что мы играли прошлые разы. Но графика мне здесь больше всего нравится. Даже больше, чем в киберпанковой той игре, в которую я до сих пор, блин, играю. Так, таверна. В таверне можно нанимать великих героев. Замечательно. И последняя ткаточка у нас идет с боссом. И он говорит, ра-ра-рах. Окей, погнали. Почему бы и нет? Один раз получилось, сейчас еще раз получишь. Ну, правда, у нас другие завершенные герои. Так что все. А, ну, смотрите, он какой-то грустненький. Полторы тысячи здоровья всего лишь. Так, лучник, ты еще скиллами не кидался. Давай покажешь нам. Как надо играть. А что так долго? Черный дракон применяет опасный навык. Быстрее его нужно прервать. Ну, все, прервали. Один только прервался у нас тоже. Не успел ем поиграть. Священная ярость. Ну, такая какая-то смесь Диаблы. И викингов, я не знаю, каких-нибудь. Так, коснитесь, продолжить. Четвертый левел. Замечательно, таверна открылась. И получается, первую зону мы прошли уже. Все довольно-таки легко. И просто. Ну, мувики прикольные тут. А ты мне переведешь, что говоришь-то? Нет? Сити, не сити. Ладно, давайте еще раз коснемся. Тогда ладненько. А вот наши герои стоят. Так, есть компания. Есть, наверное, почта. В которой у нас что-то... Да нельзя никуда нажимать. Только в таверну можно нажать. Сейчас будем призывать героев. Давайте. Так, королева фей. Какая-то мадмуазель. Что ты умеешь? Навык ярости. Можно почитать? Блин, не дают ничего читать. Ну, зато агрейд почему бы нет. К нам примкнула фея Моргана. Используем только что полученную награду, чтобы повысить ее уровень. Короче, полнейшее обучение идет. Так, и что тут? Скиллы есть? А, скины, скорее всего, да? Нет. Так вот, повысить уровень. Замечательно. Давай еще повысим. Шестидесятый максимальный. Нельзя нажать. Я хочу еще вот сюда вот тыкнуть. Ну, графон не прикольный. Это уже хорошо. Так, все, в компанию надо идти. Уже четыре стадии. То есть будет интересненько. Погнали. И получается девять пацанов можно разместить. Это просто нечто. Представляете, какие замесы будут? Так, магичку надо было, наверное, назад отправить. Сейчас будет по щам получать. Ну, собственно, она прокачанная. Так что, я думаю, ничего страшного. Ты хилишь или что? Нет, она дамажит торнадами какими-то. Нельзя. Опять этот упал. У тебя профессия падать, короче. Давай, получай. Че вы дохнете-то? Ее просто тем. Надо прокачаться. Так, замечательно. Получили еще кучу всяких разных штук. Пятый левел. Тыры-пыры. Четыре с пяти там горело. Можно пять героев было позвать. Окей-си. Лучник, давай ты скиллом ударишь. Ладно, все давай. Вперед, вперед. Я думал, он сдох уже. Нет, он выжил. Замечательно. Так, разрушитель душ пал. Задание завершено. Потратите 30 энергии. Короче, тут есть еще всякие разные заданьки. Я хочу посмотреть, но мне не дают, потому что тренировка агрессивная. Ну, ничего страшного. Так, мы поможем. Заданьки есть. Давайте забираем. А все выполняешь по сюжету и дают какую-то штуку крутую. Фрагмент Джаны. Кусочек Джаны. Ладно, окей, пусть будет так. Забираем это тоже. Так, че тут еще есть? Есть только бой. Нет, можно выйти. Хорошо. Так, у нас есть лавочки. Сколько это все стоит? Так, у нас тут есть золотая карта. 3300 кристаллов. Я не знаю, много это или мало. Но купончик, по-моему, на 279 рублей у меня имеется. Также здесь можно алмазики покупать. А какие-нибудь вкусняшки есть? Вот такие вот наборчики дам. 279 рублей. Также есть вот такая вот штука. Элитный фрагмент. 3 звезды, 60 штук. И фрагмент 4 звезды. А где штуки за призывы? За что мы призываем? За кристаллы? Так, есть какие-то событики? А, ну ежедневные заходы. Почему бы нет? Клеопатру можно получить на седьмой день. Обязательно зайдем и получим. Так, есть подарок новичкам. Нужно пройти этап 8.30. Я думаю, мы с этим справимся. С нашим лутиком, который сейчас получим уже. Так, давайте посмотрим, где тут вводить крутые коды. Вот, сиди ключ. Вот такой вот ключ, короче, вводим, подтверждаем и получаем. Давайте. Так, 200 кристаллов и одну карту. Хорошо. А я еще хочу. Есть еще вот такая вот штука. Давайте введем ее. Опаньки, еще в два раза больше дали. Всего с замечателем. А так, я посмотрел, у меня есть два купона по 99 рублей. Я почему-то думал, 279 будет. Так, пройти опрос и можно получить еще 200 кристалличков. Замечательно. Но мы сделаем, знаете что? Мы зайдем в таверну и потратим те свиточки, которые нам уже упали. Призывчик стоит один. Ну, погнали, посмотрим. Какой-то двухзвездочный жрец. Ну, ладно, пусть будет так. Давайте еще раз попробуем. 10 очков. Получите 6 героев. Ачивочка вылезла. Рыцарь опять какой-то. Да и мне дай какого-нибудь крутого из раны. Нам вроде бы гарантию дают. За 10 вызовов. О, фиолетовая штука. Гарретт какой-то. Ну, замечательно. Три звезды тоже, я думаю, неплохо. Сейчас мы, наверное, все-таки задонатим немножечко. Потому что купончики-то лежат, стынут. Заходим опять в лавочку. Есть вот такой вот стартовый набор за 279 рублей. Ну, давайте возьмем. Два купона туда-сюда, 81 рубль потратим. И стопроцентный кэшбэк еще получим. Оплачиваем. Вот за первый платеж нам Мерлина дали представлять. Сразу же просто жесть. Замечательно. Четыре звезды уже есть один герой. Хорошо. Но это еще не все. Мы опять в таверну зайдем. И теперь потратим то, что мы закинули. То есть у нас есть 1300 кристаллов. И на это можно призвать всяких разных пацанов. Также можно взять карту. За 240 кристаллов. То есть скидка 20%. Можно взять. Давайте сразу же возьмем. Экономим, блин, деньги. И давайте призываем. Давайте еще нам какой-нибудь четырехзвездочного пацана. Нет, походу обычно выпал рыцарь. Какой-то опять подвязка. Так, у нас есть 1100. Еще бы 100 кристалличков. Можно было бы 4 купона купить. Ну ладно, давайте так попробуем. Лучник Татоми. Жескарик. Так, фиолетовая Жанна Дарк. Она у нас уже есть. Скорее всего пойдут в очки прокачки. Опять рыцарь. У меня уже куча рыцарей. Целая орда. Да, пока что не хватает. Надо еще будет. Наверное, либо закинуться. Либо где-то добыть за заданием. Так, галерея. Тут у нас куча всяких разных героев. Ну, что я могу сказать. Замечательно. Можно на всех посмотреть. Герои дабл-эс ранга. Жанна Дарк. Вознесенная. Смотрите. Ну, это уже какой-то Вархаймер получается. Потом Карл Великий. Ну, такой толстопузик какой-то дикий. Эдуард. Черный принц. Жестко-жестко-жестко. Можно историю даже почитать, да? Эдуард Черный принц вошел в историю как один из самых успешных английских полководцев времен Столетней войны. Но я историю Англии не особо знаю, так что, ну, наверное, крутой пацан. Вот у нас есть Мерлин, смотрите. Местный Гэндальф. Голос, по-моему, такой же. Плюс-минус. Ну, мы потом это все почитаем, познакомимся. Если, конечно же, продолжим играть на запись. Но я по-любому продолжу в это играть, потому что какая-то халява, можно и поиграть. Что такое? Так, друзья и наставники. Если Артурчик сюда поставить, то будет какой-то бонус крутой. Окей. Ладно, пусть будет так. То есть, помимо фракции, еще и герои друг друга дополняют. Прикольненько. Так, у нас тут есть куча фрагментов. А как их сделать? А, вот, когда ты копишь достаточное количество героев, тебе дают что-то вкусненькое. Окей. Только мне опять Жанна Дарк выпала. Итак, вот, что у нас есть. Я думал, оно все будет стакаться и дополняться. Но нет, у нас есть тут вагон целых Жан Дарк. Потом целый вагон рыцарей и так далее. Просто же Скарик. Так, задачки, что тут есть? Получить шесть героев мы сделали. Достигнуть восьмого уровня. Ну, давайте еще немножечко попинаемся и будем делать какие-то выводы по игре. Пока мне вообще все нравится. Кейси. Там вампиры какие-то пойдут, увидали? Так, давайте выберем своих самых крутых героев. Нельзя использовать Максим... А, Максим, лимит стоит пять героев, я понял. Ну, давайте тогда бичугунов уберем всех и закинем самых крутых. Я так их и не прокачал, кстати. Надо будет сделать. Нельзя разместить что? Тот же Легион. Ну, ладно, пусть будет так. Успешно! Короче, всех вызвали. Этих оставили. Но самые крутые уже в бою. Поехали. Мерлин, покажи, что ты делаешь. Опасность! Какой-то босяка-мазафака вышел. Мария первая. Тоже кровавая Мария какая-то. Ну, давай, Мерлин, покажи свою мощь. А, автобой стоит, окей. Фига тут кровища хлещет. Ну, красивенько, красивенько, да? Замечательно. Так, я хотел бы автобой выключить и сам все тыкать. Так же есть, смотрите, элементы квипа. Надо будет еще запихивать в героя всякие разные штуки. А мы открыли снаряжение. Давайте отдавай, давай, давай, конечно. Я про это и говорю. Так, меч, капюшон есть. Сила прибавилась. Ну, все как обычно, в принципе. Ничего такого. Поехали. Стоим как-то тупорылом. Мерлин впереди. Защита сзади. Ну, ладно, пофиг. Фига он тут кастует фаерболы. Ну, в принципе, автобой тоже неплохо. Можно расслабиться и получать удовольствие. Ага. Так, окей, получили левелы. Но здесь, в принципе, геймплейчик как и везде. То есть, ты просто идешь, месишь, получаешь наградки. И от этого кайфуешь. Так, я чувствую, что... Что-то она там чувствует. Я чувствую, что я на героев могу нажать. Давайте прокачаемся. Мерлина самое главное апнуть. Вознести его. Напать. Сколько у меня этих штук? А, у меня их много. Ну, давай, пацанчик, вырасти. Для нового уровня нужно каких-то 50 синих соплей. У меня их нету, к сожалению. Так, есть вот этот вот танк. Тоже надо прогрейдить. Лагир какой-то. Надо будет про него историю прочитать. Так, вознестись давай. Стойкость, здоровье плюс что-то-то там. Следующее вознесение. Доблесть, атака плюс здоровье. Ну, то есть, прикольно. Есть какие-то веточки тут. Вот они тут будут расти. Также есть навыки. В зависимости от вознесения. А, на уровне открываются. Пассивный навык. Потом активный еще есть. И еще один активный. Здорово. Так, давайте. Ну, я думаю, сейчас наш Мерлин всех раскидает. Он там супер-пупер. Какого левела? Меч Победы. Тыры-пыры. Замечательно. Так, пять человек пока можно. Окей. Так, Жиль-де-ре какой-то. Дыре. Много разных штук у него. Скиллов. Но я думаю, мы справимся. Давай, Мерлин. Покажи класс. А, у него еще несколько полосок жизни. Ну, все по традициям жанра. Ха-ха. Вот эти мой Вики прикольные. Че так останул страшно? Ёпара зато. Кого он вызвал? Какое-то это дерево злое. А, Жанночку нашу походу все. Я говорю, это Вархаммер. Алчища во крови. Смотрите, позвали. А тут эта пришла. Святая. Она одна осталась. Фигачский лом. Чисто произошел Вархаммер. Пацанчик скукожился и морит о пощаде. Так, прошли еще одну главу. Сейчас посмотрим, босс остался. Нет или все уже? Да, открылась новая глава. Я, наверное, самостоятельно ее буду пинать. Если вам интересно, как я прохожу, то пишите. Обязательно пройдем. Вот так по игре. Че, если вас смущала графика в Киберпанке, в которой мы играли прошлый раз, то жанр приблизительно такой же, но графоний тут, как видите, приятный. То есть классненько в него можно будет поиграть. Я, наверное, Киберпанк пока что поставлю на паузу. Буду вот в это вот играть, потому что здесь есть и сюжетик. И самое главное, крутые бонусы на старте игры. Потому что только начал играть уже такой перечень героев. Это очень-очень круто и очень сильно мотивирует поиграть, да. В общем, если все понравилось, ссылочка в описании, в группе ВКонтакте и в закрепленном комментарии. А пока на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Играйте в крутые игры. Скоро продолжим. Пока-пока.